Выборы закончились. Голоса подсчитаны, участковые комиссии сдали бюллетени, но окончательный результат еще не утвержден ТВК. А в социальных сетях звучат разные мнения, комментарии о работе некоторых избирательных комиссий, претензии, домыслы. В частности, я комиссии, которая проводила сбор голосов и подсчет голосов во 20 детей и молодежи. Мы встретились с заместителем главы ДВК 321-367 Натальей Рябченко. Но я знаю, что у вас достаточно бурно проходил сам избирательный процесс. То есть вы даже вызывали милицию, насколько я знаю. Было дело, пришел мужчина, он был в состоянии алкогольного опьянения и при входе сразу тут же включил видеозапись и давай всех снимать. Еще и матов, конечно, не было, но хамил, давай там это, зармозил нам весь процесс. Пришлось привлекать милицию. Снимал дело в том, что он обзорно снимал столы с бюллетенями, со списками, что категорически запрещено законом. Поэтому пришлось привлечь полицию, которые были у нас на участке дежурными. Пришлось их привлечь. Они потом вызвали свое начальство и мужчину забрали в отделение полиции, составляли протокол по поводу хулиганки. Второй раз нам пришлось привлекать полицию, когда зашел мужчина без маски и категорически отказывался одеть в мотиве тем, что мы нарушаем его конституционные права. Со скандалом дали ему маску, предоставили, еле уговорили. И даже довод, права-то есть, но обязанности-то тоже должны быть. Ну, как бы ни в какую. Нет и все. И еле уговорили опять милицию. Но тут уже наша милиция разобралась, полицейские были у нас. Они уговорили его. Он надел маску и то так, знаете, нос открыт. Ну, в общем, мы все понимаем, что это уже всем надоело, но, как бы, никуда мы от этого пока не денемся. Нужно соблюдать. Так, конечно, да. А так, в принципе, все было по закону, все было культурно. Очереди были разобрались. Я хочу вас поблагодарить, что вы выставили стулья и люди уже заходили. Вот это было ваше ноу-хау. То, что люди видели, что если напротив стула никого нет, значит, можно заходить. И люди шли на голосование. Потому что у нас очень маленькая территория была в выборчей дельнице. И у нас не было выхода. Мы должны были контролировать количество людей, поток. Поэтому специально поставили стульчики на улице с адресами, с номером стола. И как только стол освобождался, ну, человек получал бюллетень, тут же следующего запускали. Именно из этого стола, чтобы не было так, что за одним столом три человека, а за другим ни одного. Поэтому вот такая вот была, да. Такое ноу-хау у нас там был работник нашей дельничной выборчей комиссии. Он так придумал. Молодец. Респект. За это спасибо. Ну, тем не менее, еще шум пошел в интернете относительно подсчета голосов. Якобы там было, ну, я даже не знаю, как это, чтобы не оскорбить вас. Ну, что как бы, ну, вы что-то там пили. И в процессе подсчета голосов там происходил какой-то бардак. Люди выходили, заходили и так далее. Вот относительно этого, что вы можете сказать? Нет, никто ничего не... ну, как, чай, кофе, да. Потому что мы тоже не роботы, мы могли и перекусить, да. В туалет нужно было выйти, и на перекур выходили, и наблюдатели, и как бы кто из членов комиссии, там пару человек у нас курило. Вот, выходили на перекур. Но, как бы, никто никуда не заходил чужой, как говорится. То есть те вот, кто остался на... Это милиция рядом с ним. Вот, я общался с наблюдателями, которые говорили, что они выходили, они вместе с представителями милиции. Мили, конечно, да. Полицейские тоже курили, вышли на порог, в глазах у всех покурили, назад вошли. То есть никто, нигде, никого чужих не было. Вот, никто ничего не... ну, кроме чая, кофе, мы в кабинете пили, да, но, как бы, ничего не это. Ну, как вообще подсчет голосов прошел нормально? То есть во время подсчета были какие-то скандалы? Там же были представители всех партий. У всех партий до единого, в комиссии были представители всех партий, на спостригачи были много спостригачей, человек 10 тоже, наверное, было, если не больше. Все считалось, все решалось. То есть, если мы видели, когда разбирали, я сама лично оглашала эти бюллетени, что это недействийный бюллетень, да, вопросы, все это ставили на голосование, на рассмотрение вот всех-всех-всех. Спостригачи, конечно, стояли сбоку, но они могли высказать свою какую-то там, ну, пожелание, да, точку зрения. Мы потом это все выясняли, и все это, и у нас был представитель ТВК, все прошло по закону. У вас же были представители «Слуги народа» и «За життя» были оба представителя и оба подписали протокол, да? Да, конечно, да. У нас «Слуги народа» было, наверное, три человека в комиссии, и «За життя» тоже два или три, потому что они шли в комиссию от разных, то есть от области, от района и местные, да. Вот поэтому было по несколько человек. Вообще впечатления от выборов у вас какие остались? Судя по тому, что вы даже приболели, наверное. Да. Впечатления, честно говоря, очень сложно было вот это вот все разложить, не ошибиться, потому что, ну, переживали все за это. Это очень по-новому все это было голосование, и людям очень было много надеясных бюллетеней, потому что люди, ну, помимо тех, которые проголосовали против всех, просто или перечеркивали, или там глупости всякие писали, но сложный был подсчет, конечно, вот это вот, а упаковка еще сложнее, потому что каждого нужно было пофамильно запаковать, потом в партию собрать это все сложно, конечно. Я очень давно уже участвую в дельничных выборчих комиссиях, но это были очень сложные выборы, они были изначально на подходе сложные, потому что когда в пятницу получили бюллетени, на дельнице 4,5 тысячи бюллетеней, это область плюс район, и они были не промаркированы номерами дельниц, мы это все сидели вручную, писали полдня, потом нужно было на каждый бюллетень поставить печать, которая одна, очень было сложно, очень тяжело, изматывающее, и как бы, ну, выдержали. Побеседовали мы еще с пятью наблюдателями с этого участка, точки зрения которых, так же, как и Наталья Рябченко, совпадают. Процесс выборов, подсчет голосов прошли во дворце детей и молодежи без нарушений, о чем, кстати, свидетельствуют и подписи на протоколах всех членов комиссии и наблюдателей.